Сегодня я вам покажу, как можно сделать лежачего полицейского, что происходит в моем городе, какие изменения и какие постройки планируются. Покажу вам такой материал, как пенокартон. И плюс ко всему, я еще приобрел, ребяточки... Всем привет! Вы на канале Toy House с лучшей обзорой для лучших людей. Сегодня я вам покажу, как можно сделать лежачего полицейского, покажу вам, что происходит в моем городе, какие изменения и какие постройки планируются. Покажу вам такой материал, как пенокартон. Первый раз я купил, но очень классная вещь. Можно использовать для многих-многих вещей. И плюс ко всему, я еще приобрел, ребяточки, маркер белый в специальном строительном магазине для нанесения разметки. Мы тоже с вами посмотрим, проверим, будет он работать или нет. Ну, в общем, вот такой вот видос сегодня вас ожидает. Поэтому наливайте себе чаек, берите печенюх или различных вкуснях и давайте буду вам рассказывать. Ну, с чего начнем? По городу идет планировка. Пока что особого ничего такого глобального не происходит. Происходит единственная, ребята, ну, как бы планировочная часть. Вот здесь будет находиться танк у меня, например. Вот здесь будет находиться остановка автобусная. Вот уже автобус я поставил. То есть здесь будет у нас... Сейчас я вам так вот покажу. Смотрите. Вот они, кстати, лежачие полицейские. Сейчас мы тоже о них. Все вам расскажу. Смотрите. Давайте вам сначала я прям с рук покажу весь город. Вот, чтобы вы понимали, что у меня здесь происходит. Вот, соответственно, дорога, заправка, да. Там пока у меня такой строительный бардачок. Вот, кстати, маркер и мой трафарет. Мы его сюда сейчас уберем, будем показывать. Тут у меня стояночка для фур. Здесь у меня определилась стояночка для маршрутных такси, как бы, возле магазина. Магазин Магнит. Мусорка перенеслась за Магнит. Так, мне кажется, будет красивее. Ну, как-то более лучше, потому что, например, у меня за Магнитом есть контейнерные баки. Я не знаю, как у вас. Вот, обратите внимание, как бы, я думаю, что здесь вот актуально поставить этот мусорный бак. Дальше. Ну, автомойку вы видели, да. Кто не видел, можете найти на канале, посмотреть. В общем, а вот в этом месте у меня планируется пост. Пост. Скоро он, скоро прям он будет уже, так что ожидайте, будет пост ДПС. И перед постом я сделал лежачих полицейских. Это пока не закреплено, я вам сейчас просто их не стал крепить, чтобы показать вам, что здесь будет. Дорога, в принципе, как вы и говорили, да, сделай дорогу возле шиномонтажки дальше. Да, она дальше идет. Вот я заклеил уже асфальт. Асфальт я делаю из наждачной бумаги, кто не знает. Вот он у нас, пенокартон, пока что уберем. Но тут у меня пока что такой вот бардачок получается, в общем. И вот она до конца идет. На этом месте будет тоже что-то установлено, что пока не знаем, но, скорее всего, это будет какой-то... Не буду говорить, не буду раскрывать вам тайны. Погнали дальше. Так, пенокартон. Сейчас я вам покажу про пенокартон. Интересная вещь. Так, здесь у меня стержень для клеевого пистолета. Здесь у меня дом мэра. Вот поставил я его автомобили. По идее, может быть, они будут вот так вот парковаться, например, возле забора. Не знаю. Потому что... Ну, сейчас мы перейдем, я вам покажу. Ну и, в общем, в доме пока ничего не происходит. Просто люди отдыхают тут, как бы загорает. Пока что так. Смотрите. Две тачки служебных во дворе стоят. Здесь можно сделать... Здесь вот прям идет стык наждачной бумаги. И хочу сделать здесь вот бордюр. Пойдет, например, вот до сюда где-то. Так вот будет заканчиваться. И это будет тротуар. Дорожка тротуарная. Которая будет выходить у нас непосредственно. Вот здесь вот будет находиться парк. Так, за танком, соответственно, вот танк. И за ним парк будет идти. Как я вам и говорил. В этом месте пока что ничего не планирую. Ну, по ходу, конечно же, все придумаю. За постом. Вот если взять вот здесь, допустим, вот так мы... Сейчас поставлю вам. Вот, например, пост будет стоять. За постом будет уходить дорога сюда, соответственно. Опа. Тогда танк будет сдвигаться. Вот так вот будет идти. Здесь она будет у нас, ну, где-то разъединяться, например, налево, направо. Ну, конкретно одна дорога обязательно пойдет у нас в дом мэра. То есть она как-то будет... Может быть, шлагбаум здесь будет стоять. Либо еще что-то, не знаю, подумаю. Вот мусорка и, соответственно, мусорный бак. Вот здесь вот, вот это место хочу засыпать землей. Как и в доме я делал, вот, земелька. Так же и здесь я сделаю это. Здесь у меня камазик стоит, да. Все, вы просите тюнинг ему сделать, но пока руки никак не доходят до него. В общем, пока стоит здесь... Вообще здесь не должен он, конечно, стоять. Зачем я его убрал сюда? Вот у меня вообще стоянка для формы. Ну, сейчас мы перейдем. Итак, смотрите. Это у нас маршрутные такси, соответственно. Решил определить им вот здесь место. Я думаю, самое будет такое, ну, как-то, как конечная остановка. Они, в принципе, во многих местах так стоят. Где-нибудь паркуются возле бордюра, да, там. И стоят, ждут клиентов. Как раз магазинчик у нас вот. Вроде автомойка, да. Там заправка, въезд в город. Мне кажется, как-то, ну, здесь нормально. Тем более у меня маршрутки пока что только две таких. Если будет больше, буду делать какой-то другой парк. Можно их поставить, в принципе, вот здесь сделать, думал, бордюр. И к бордюру их вот так вот, может быть, парковать. Ну, не знаю. Пока что не решил. Пока вот так вот они стоят, короче. Пока вот так вот стоят. Тем более, их всего две штучки. Я думаю, мешать они никому не будут. Здесь у нас грузовик-магнит разгружается. Вот, я его переделал, кто не видел. Вернее, кто видел видео, да. Здесь все переделано теперь по-другому немножечко. Он выглядит более посимпатично. Здесь стоянка для фур так и остается. Соответственно, так, тачку мэра эту не убрал служебную. Кафешечка. Соответственно, этот развозчик, да. Этот кофемобиль. В общем, здесь у нас место для кафе. Вот здесь, может быть, будут легковые автомобили стоять. Но пока неизвестно, потому что я здесь снимаю. Вы просите снимать в городе. И мне вот эта площадка большая нужна. Вот поэтому я КамАЗ отсюда и убрал, наверное. Мешался он мне. Да, вот видите, здесь вот как бы большая площадка получается, чтобы именно делать распаковки автомобилей в городе. Поэтому не могу, наверное, это место сильно занимать. С барьерами. Барьерчики у меня уйдут на одну такую диорамку. Я буду здесь делать, мутить. В городе вы все увидите. И они будут там пригодятся мне. Будут очень нужные. Ну, не все, наверное, парочку только заберу. Цистерну. Хочу закопать цистерну, чтобы у меня КамАЗ не так сливался, да, стоял здесь, например. А где-то, я не знаю, пока не могу придумать. Уже все, запутался. Такс. Ну и здесь, соответственно, у нас идет дорога. Дорога. Здесь у нас фара валяется, по-моему. Вот, да, по-моему. А почему? Откуда же она отвалилась? Одна есть. А где же ты была? Наверное, сзади. Вот она была. Здесь точно надо будет приклеить. Ну, вот она, дорога идет. Вот так. Вернулись обратно, в общем-то, на место. И вот так давайте покажу вам план. В общем, еще работы не початый край. Тут еще с СТОшкой не разобрался. Еще вот это вроде стакаду сделал. Но пока тут вот все стоит, потому что, как бы, все пойдет вот отсюда. Уже буду думать. С танком, как бы, ну, с памятником связано будет. Все уже тогда будет планироваться. Где бордюры, где дорожки. Потому что нужны же тротуарные дорожки. Все-таки еще что-то. Поэтому, как бы, все вот так вот упирается. Такс. В общем-то, показал вам, да? Немножечко город. Потому что вы спрашиваете, чего там происходит. Да как? В общем, пока, пока вот тоже. Вот это клеишь, наждачка. Что, думаете, так быстро ее приклеить? Я ее клею, например, да? Вот я приклеил вот эти вот. Сколько здесь, по-моему. Раз, два, три, четыре, пять. Пять листов, короче, наждачки. Вот она. Я клею ее на клей ПВА, соответственно. Приклеил, клеем намазал. Доски положил. Ну, какой-то груз. И она лежит. Не то, что сутки лежит. А пару дней лежит. Трое дней лежит. То есть, чтобы приклеилось хорошо основательно. Поэтому, как бы, вот, время проходит. Ну, ладно. Давайте, в общем-то, покажу вам вот этот материал интересный. Пенокартон. Пенокартон. Стоит лист. Лист огромный, реально. Я точно размер даже вам не скажу. Тут у нас 70 сантиметров, короче. 50 на 70 сантиметров. Размер идет. Вот такой вот огромный лист. Ну, факт не в этом, да. Лист листом еще больше там есть. Продается в магазинах, типа, для творчества, короче, я нашел. Стоит этот лист 200 рублей. Вот. И смотрите, как он сделан. Из него можно строить здания. Из него можно строить остановки. Да, мне кажется, из него все что угодно. Можно строить. Сейчас мы там, как уберем, все-таки. Мешается. Вот видите. Все мешается. Не могу ничего показать. Вот он. Сейчас. Так. Как бы вам так показать? Здоровый лист. Очень, смотрите. Вот здесь вот обклеен он такой бумагой. Какой-то глянцевый, да. А внутри у нас прям пенопласт идет. Пенопласт. Не знаю. Вот. Видите? Пенопласт. То есть. Классная вещь. Режется она ножом. Обычным канцелярским. В общем, из нее строить можно все что угодно. Начиная, мне кажется, от остановок. Самое простое построить. Вот остановку такую, да, сделать можно. Ну, из пластика-то, конечно, поинтереснее. Но, тем не менее, можно сделать. Можно сделать здание. Опять-таки, вы просите многоэтажные дома сделать, да. Тоже вполне возможно сделать. Такс. Ладно. Давайте перейдем мы сейчас. В общем, материал пенокартон прям называется здесь. Что спрашиваете? Вот такую вот можно было бы автомойку в разы лучше построить. Из этого материала, честно говорю. До гаражей, кстати, можно строить. Все что угодно. Такс. Ладненько. Давайте посмотрим все-таки, как работает вот этот маркер. Мне самому интересно. И расскажу вам уже про лежачих этих полицейских. Такс. 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 Маркер. Белый маркер. Мне многие писали, что классная вещь. Вот. Для лучшего маркера на масляной основе, короче говоря. Скрываем. Вот он. Ну, просто маркер. Где у меня здесь? Такс. Но я не буду, ребят, сильно пока что мазать. Потому что что-то я пока что не уверен в нем. А, вот так вот нажимаем. Чтобы красочка у нас, наверное, стекла туда. Что-то ничего не рисует пока. Все, сломал. Все, поломал. А, вот он. Чуть-чуть есть что-то. Что-то совсем не хочет рисовать. Ну, что это такое? А, вот. Ну, вроде, блин, нормально. Сейчас попробуем. Подождите. Подождите. Сейчас попробуем. Так. Ну, давайте-ка. Ну, знаете, так. Как-то, не знаю даже. Блин, все мешается. Так. Сейчас я вам вот так вот сделаю. Так. Как же расстояние-то вымерить? Неудобный у меня этот самый трафарет. Ну, вот. В принципе, слушайте. Ну, неплохо. Маркером, ребята. Неплохо. Единственное, вот трафарет у меня с АУФ 7 неудобный. Сейчас у меня еще третью палочку сделаю уже. Этот маркер не стирается, ничего не происходит. Ну, знаете, такой себе, блин. Ну, неудобно через трафарет делать это. Потому что, ну, у меня трафарет такой, короче, не очень удобный. Не знаю. Вот, давайте я вам покажу сейчас. Сблизи. Будет видно вам. Смотрите. Это маркер. А вот гуашь. Гуашь как-то поестественнее, что ли, смотрится. Не знаю. Ну, в общем, на любителей, ребят, не знаю. Тоже он так же растекается, короче. Вот. Есть подтеки. В принципе. И мне не нравится, что... Ну, у меня трафарет. Ладно. Я буду говорить на трафарет, что у меня неудобный. Поэтому у меня как бы так вот получается. Ладно. Теперь самое интересное. Давайте переходим мы к лежачему полицейскому. Для того, чтобы сделать лежачий полицейский, вам нужно только лишь найти какую-то трубочку. Вот я нашел. Это остатки от нее. Это была подставка от, знаете, этот светодиодный фонарь. От него вот ножка такая круглая она была. Я ее разрезал напополам. Но если ее поставить... Ну, я думал, что я пополам ее разрежу. И типа все. Вуаля. Ну, получается, она настолько огромная, что даже, по-моему, ну, не знаю. Ну, Рафик просто будет подлетать на ней. Так не пойдет. Да? Таких не бывает, вы же знаете. Пришлось еще отрезать. Вот. Срезал, срезал. И получился вот такой вот у меня угол. Небольшой. Вот такой вот маленький угол. И, в принципе, все. Мы берем его, соответственно, будем приклеивать, наверное, на клей-пистолет. Я приклею вот так вот одну сторону и вот так вот другую. К сожалению, не было у меня длинной одной, чтобы сделать сразу. Поэтому пришлось вот так вот две делать. Если найдете подлиннее, будет, ну, как бы, более прикольный. Тогда у вас будет, ну, как бы, цельный такой лежачий полицейский. Ну, у меня вот так вот тоже, как бы, каждый на своей полосе. И, в принципе, давайте работу его проверим, работает он или нет. Вот опять-таки едет у нас Рафик. И заезжает. Хоп. Спокойненько проезжает. Теперь легковушечку. Москвич. Давайте проверим. Оп. Заезжает. Ничего не задевает. Спокойненько проезжает. Вот так вот сделал и вид получится прям, не знаю, вот получился нормальный. Красил я просто краской, по-моему, акриловой я покрасил, не помню, либо гуашей. В общем, красить без разницы, чем вы будете. Ну, акриловая будет дольше держаться. Вот так вот здесь будет пост ГИБДД. Лежащий полицейский. Все логично. Знак все есть у меня. Ну, как-то, как-то вот такое вот сегодня видео, не знаю, понравилось вам, не понравилось. Это вы, конечно же, все мне напишите обязательно в комментариях, да? И давайте я сейчас тебе дам приветы. Кто сегодня у нас получает... Куда вам камеру повернуть? Давайте вот на тот вид поверну, чтобы вы рассматривали, да? Так, при этом у нас сегодня получает Алексей Орловкия, привет. Волшебный кот получает, привет. Данила Мурзакаев, привет, получает. Тазы Клима, тебе привет. Артем Зарубин, привет. И новогодний Динамайк, во, тебе привет. В общем, кто не получил привет, пишите обязательно внизу там комментарий. И в следующем видео получите от меня обязательно привет. Комментарий должен быть, конечно же, какой, правильно, хороший. Ну что, понравился видосик, то... Как-то я не так закончил, да? Понравился видос, то с вас лайкос, с меня видос. Всем, короче, до свидос.